Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим кипячение сусла с хмелем. Цель кипячения сусла с хмелем и процессы, которые происходят при таком кипячении. Вначале рассмотрим цель кипячения сусла с хмелем. Отфильтрованное пивное сусло и промывную воду из фильтрационного аппарата направляют в сусловарочный аппарат для кипячения с хмелем. При этом происходит экстрагирование и превращение горьких и ароматических веществ из хмеля, охмеления сусла, осаждение, коагуляция высокомолекулярных белков, инактивация ферментов, стерилизация сусла, образование редуцирующих веществ, испарение части воды. При кипячении сусла с хмелем получают охмеленное сусло. Этот полупродукт далее перерабатывают в пиво путем брожения. Кипячение сусла с хмелем сопровождается важными с технической точки зрения физическими и химическими превращениями. которые по большей части взаимосвязаны. По сравнению с исходным суслом, охмеленное сусло несколько более концентрировано. Оно стерильно и не содержит никаких активных ферментов. С химической точки зрения оно беднее коагулированными белками, образующими при кипячении так называемый брух, и содержит выщелочные и частично измененные вещества из хмеля. Указанные изменения количественно зависят от продолжительности и интенсивности кипячения, перемешивания и степени упаривания, а также от PH и присутствующих дубильных веществ. Эти факторы влияют на осаждение, коагуляцию белков, на образование комплексных соединений белков с дубильными веществами, на растворимость и химические превращение горьких хмелевых веществ, на цвет охмеленного сусла, на образование восстанавливающих веществ редуктонов и на изменение некоторых других веществ сусла второстепенного значения. Упариванием получают требуемую экстра активность готового охмеленного сусла. Выпаривание избыточной влаги неизбежно, поскольку объем сусла увеличивается на воду, необходимую для выщелачивания дробины. Стерилизация и инактивирование всех ферментов кипячением имеет основное значение для дальнейшей переработки охмеленного сусла брожением. Стерильность готового охмеленного сусла является необходимым условием биологической чистоты главного брожения и дображивания и биологической стойкости готового пива. При слабокислой реакции и в присутствии антисептических компонентов хмеля сусло стерилизуется кипячением очень быстро. Чтобы уничтожить все микроорганизмы, включая стойкие споры бактерий, достаточно кипятить сусло 15 минут. Приблизительно за то же время кипячения инактивируются все ферменты. При производстве пива это технологически необходимо, так как из практики спиртовой промышленности известно, что амилазы обладают способностью в присутствии живых дрожжей расщеплять декстрины до мальтозы. Раньше это объяснялось присутствием особого вещества в дрожжах, который придает амилазам способность расщеплять декстрины. Однако взаимодействие амилаз с дрожжевой альфа-1,6 амилоглюкозитазой, которая расщепляет связи альфа-1,6, делает доступными для действия амилаз другие связи. Указанный феномен приписывается предельной декстриназе, которая расщепляет декстринопреображение лучше, чем при затирании, где она ингибируется присутствующей мальтозой, концентрация которой при брожении снижается. В таких условиях декстрины в охмелённом сусле постепенно расщеплялись бы до мальтозы, которая сбраживалась бы. Точно так же под действием активной протеиназы образовывались бы слишком много ассимилированного азота. Такие условия при производстве пива непригодны. Рассмотрим некоторые оборудования для кипячения сусла с хмелем. Сусловарочный аппарат конструктивно мало отличается от заторного, но в нём приходится выпаривать от 8 до 12 процентов воды от общего объёма сусла, находящегося в аппарате. Поэтому поверхность теплопередачи в нём более развита. Конструкция сусловарочного аппарата обеспечивает интенсивную циркуляцию кипящего сусла и малые тепловые потери. Сусловарочный аппарат представляет собой цилиндрический сосуд с паровой рубашкой, крышкой и вытяжной трубой. На крышке и вытяжной трубе имеются раздвижные дверцы 7, кольцевая труба 2 для ополаскивания водой, кольцевые желоба 5-3 и труба 4 для сбора и отвода конденсата, стекающего по вытяжной трубе и крышки аппарата, а также дроссельный клапан 6. В нижней части аппарата установлена лопастная мешалка 12, приводимая в движение от электродвигателя 9 через червячный редуктор 10, а также вентиль 8 для спуска сусла из аппарата и кольцевая труба 11 для отвода конденсата из паровой рубашки. Пар в паровую рубашку подводится через кольцевой паропровод 1 с четырьмя вводами. Снаружи аппарат закрыт теплоизоляционным слоем 13. Интенсивная циркуляция сусла обеспечивается работой лопастной мешалки и неравномерным нагреванием его у стенок и в середине аппарата. В аппаратах, имеющих паровую рубашку большой кривизны, столб жидкости около стенки имеет небольшую высоту и большую площадь поверхности нагревания по сравнению со столбом жидкости, находящимся в середине аппарата. Благодаря этому парообразованию стенок котла происходит значительно интенсивнее. Жидкость содержит больше пузырьков пара и как более легкая, вытесняется вверх более тяжелой жидкостью, находящейся в центре аппарата, обеспечивая тем самым циркуляцию сусла. В сусловарочном аппарате вторичный пар обычно не используется и удаляется через вытяжную трубу в атмосферу. Для утилизации теплоты вторичного пара на некоторых пивоваренных заводах в вытяжной трубе аппарата устанавливают конденсатор смешения, который работает следующим образом. В расширенной части вытяжной трубы сусловарочного аппарата через форсунку распыляют холодную воду. Вода смешивается с удаляемым вторичным паром, нагревается, истекает в нижний кольцевой сборник. Горячую воду используют для технологических нужд. Процессы, происходящие при кипячении сусла с хмелем. Вначале мы коротко опишем эти процессы, а потом каждый из них разберем более подробно. Экстрагирование и превращение горьких веществ хмеля. В создании горького вкуса пива участвуют горькие и ароматические вещества хмеля. Полифенольные вещества солода, несоложенных материалов и хмеля. Некоторые аминокислоты, пептиды, экстрагируемые при затирании и кипячении сусла с хмелем. До 95% общей горечи сусла образуются альфа-кислотами хмеля, которые при кипячении превращаются в изо-альфа-кислоты, изомеризуются. То есть, превращаются в изомеры альфа-кислот, обладающие большей растворимостью, чем альфа-кислоты. Наряду с этим часть альфа-кислот окисляется. Слишком длительное кипячение сусла с хмелем приводит к разложению альфа-кислот и появлению веществ, портящих вкус пива. На степень экстрагирования и изомеризации альфа-кислот хмеля влияют различные факторы. PH, продолжительность кипячения сусла, состав альфа-кислот, количество вносимого в сусло хмеля, плотность сусла. Например, растворимость и изомеризация альфа-кислот увеличивается при повышении PH сусла, достигая максимума при PH равной 8. Максимальное количество из альфа-кислот в сусле образуется через 90 минут кипячения. Поэтому при двухчасовом режиме кипячения хмель в сусло вносят через 30 минут от начала кипячения. Изомеризация гумулона хмеля и его гомологов протекает с различным выходом изосоединений, который зависит от состава альфа-кислот. Бета-кислоты хмеля имеют меньшую растворимость в воде по сравнению с альфа-кислотами. В процессе сусла они не изомеризуются, а лишь частично окисляются, образуя продукты окисления, обладающие значительной растворимостью и резкой, но приятной горечью. Экстрагируемые полифенольные вещества хмеля влияют на вкус и качество пива не самостоятельно, а в комплексе с горькими веществами хмеля, белками и аминокислотами. Поскольку растворимость горьких веществ ограничена, то их содержание в сусле и пиве непропорционально массе добавляемого хмеля. Значительная часть горьких веществ хмеля не попадает в пиво, а теряется с отходами производства. Только 20-25% горьких веществ хмеля переходит в пиво и влияет на его вкус и аромат. При кипячении сусла с хмелем происходит частичное превращение мягких смол в малоценные твердые смолы. Эфирные хмелевые масла хмеля в значительной мере обуславливающие вкус и аромат пива представляют собой смесь из более чем 300 компонентов с разной температурой кипения. При кипячении сусла с хмелем значительная их часть испаряется. При этом в большей степени удаляется низкокипящие соединения, которые ухудшают аромат пива. В вытяжной трубе сусловарочного аппарата часть испаряющихся вместе с водой хмелевых эфирных масел конденсируется и окисляется. Если они вместе с конденсатом стекают в сусло, то вкус пива ухудшается. Поэтому улавливаемый в вытяжной трубе конденсат выводят из сусловарочного аппарата. Старый или плохо хранившийся хмель содержит продукты окисления эфирных масел, поэтому его кипятят дольше для более полного удаления легкокипящих фракций. Коагуляция белков. При кипячении сусла происходит тепловая коагуляция белков, которая протекает в две стадии. В первой стадии происходит частичная дегидратация, потеря связанной воды, молекул белка, называемая денатурацией. Затем наступает вторая стадия процесса, собственно, коагуляция, когда дегидратированные молекулы соединяются между собой и образуются хлопья. На коагуляцию белков влияют pH и концентрация сусла, интенсивность и продолжительность кипячения, присутствие полифенольных веществ и электролитов. Денатурация белков протекает при любом значении pH, а коагуляция более полна в изоэлектрическом состоянии, когда заряд молекул белка нейтрален. Разные фракции белков сусла имеют свою изоэлектрическую точку в широком интервале pH. В практике пивоварения максимальная коагуляция белков наблюдается при pH 5,2. В присутствии полифенольных веществ, некоторых электролитов и при интенсивном кипячении, а также при снижении концентрации экстракта в сусле, скорость коагуляции белков увеличивается. Недостаточная коагуляция белков часто приводит к образованию в сусле холодной мути, которая замедляет процесс брожения из-за адсорбции взвешенных частиц на дрожжах. Присутствие частиц холодной мути приводит к плохому осветлению пива при дображивании, затрудняет фильтрование готового пива, а при хранении в пиве образуется коллоидное помутнение. Стерилизация сусла и другие процессы. При кипячении сусла все его ферменты инактивируются, микроорганизмы погибают, то есть происходит стерилизация сусла. Кроме того, увеличивается восстановительная способность сусла за счет образования редуцирующих веществ и внесения их с хмелем. Снижается вязкость сусла и вследствие реакции милана единообразования, карамелизации сахаров, окисления полифенольных веществ и растворения красящих веществ хмеля повышается его цветность. А далее мы подробно рассмотрим об изменениях в азотистых веществах, хмелевых смолах, полифенольных соединениях, хмелевых эфирных маслах, изменения цвета и образования редуктонов. Изменения в азотистых веществах. Простейшие белки, протеины, альбумины, глобулины, растворенные в сумсли, при кипячении с хмелем осаждаются, коагулируются и образуют так называемый брух. Осаждение и устранение белков осажденных при кипячении должно быть совершенным, поскольку их остатки могут помешать брожению и образовать в готовом пиве муть. Уже указывалось, что осаждение коагуляции белков кипячением протекает в две стадии. Молекулы белков в результате частичной потери воды дегератации переходят сначала из состояния лиофильного в лиофобное, то есть денатурируются. В растворе суспензии их удерживает только электрический заряд. Денатурацию поддерживает присутствие электролитов. Потом происходит собственно осаждение, коагуляция, при которой дегидратированные мицеллы образуют хлопья, а гламеризуются. На коагуляцию белков в сусле влияют pH и концентрация сусла, продолжительность и интенсивность кипячения и присутствующие полифенольные дубильные вещества. Белки во время кипячения лучше всего коагулируют при pH, соответствующем изоэлектрической точке отдельных белков. Ячменный альбумин левкозин имеет изоэлектрическую точку при pH 5,75. Ячменный глобулин эдестин альфа-бета-гамма при pH равный 5,4,9-5,7 соответственно. Из разности этих величин вытекает, что все присутствующие виды белков при кипячении нельзя осаждать в равной степени. Тем не менее, pH 5,2 считается оптимальным для образования бруха. При этом, pH кипячения наиболее эффективна. Влияние концентрации сусла на коагуляцию белка проявляется при наибольшем содержании осаждаемого азота в разбавленном сусле. Следовательно, за одно и то же время кипячения осаждается относительно больше белков и сусла низшей концентрации. Поэтому сильно концентрированное сусло следует кипятить дольше, чем менее концентрированное, если должен быть обеспечен одинаковый эффект. По люверсу коагуляция белков в концентрированном сусле замедляется при более высокой вязкости и наибольшем содержании защитных коллоидов, декстринов и т.д. Абсолютное количество бруха в более концентрированном сусле больше, чем в менее концентрированном. При длительном кипячении количество бруха обычно возрастает. В первые 25 минут коагуляция протекает наиболее интенсивно. Кипячение сусла с хмелем в течение одного часа считается для образования бруха оптимальным. Однако в практике кипячение обычно затягивают, чтобы обеспечить хороший брух у сусла, сваренного на щелочных и не очень мягких водах, бедных электролитами. Чтобы лучше использовать хмель, сусла обычно кипятят два часа. Однако варка не должна продолжаться менее полутора часов или более двух с половиной часов. Слишком продолжительное кипячение не экономично, а также не царесообразно, потому что часть образовавшегося бруха может снова раствориться. Оно не повышает стойкости пива и не способствует улучшению его вкуса. Интенсивность кипячения поддерживает коагуляцию, а на денатурацию белков не оказывает влияния. Продолжительный нагрев до температуры близкой к точке кипения 99-100 градусов Цельсия не ведет к образованию в сусле бруха, а только лишь мути. Интенсивность кипячения проявляется в том, что поверхностно активные белки собираются на поверхности пузырьков образующегося водяного пара. И при достижении определенной степени концентрации легче образуют хлопья. Если мицеллы денатурированных белков удерживаются в суспензии электролитическими зарядами и действие поверхностного напряжения превышает электростатическое отталкивание, происходит образование комков и флокуляция. А влияние температуры подтверждает тот факт, что при кипячении сусла с хмелем при высоком давлении у охмеленного сусла бывает более богатый брух. На образование бруха при кипячении положительно влияет также полифенольные вещества, а именно как дубильные вещества из солодовой оболочки, так и из хмеля. Полифенольные вещества образуют комплексные соединения не только со сложными высокомолекулярными белками, но и с высшими продуктами ферментативного протеолиза – альбумозами, пептонами. Дубильные вещества – это коллоидные вещества с отрицательно заряженными частицами и с дегидратирующими свойствами. Поэтому они реагируют преимущественно с положительно заряженными азотистыми веществами, дегидратируют их, поддерживают образование хлопьев, а следовательно осаждение. Технологически имеет значение то, что только окисленное дубильное вещество хмеля, то есть флобофен, образуют с белками соединения, нерастворимые при нагреве. Комплексные соединения белков с неокисленными дубильными веществами хмеля при нагреве растворяются и осаждаются только на холоде. В пиве образуют холодное помутнение. Неполное осаждение белков может помешать главному брожению тем, что частицы холодной мути осаждаются на дрожжевых клетках. В их присутствии молодое пиво плохо осветляется, готовое пиво плохо фильтруется и в нем легко образуется коллоидное помутнение. Количество азота, осажденного при кипячении, соответствует в среднем от 5 до 6 процентов от всего азота, содержащегося в сусле. Отклонения могут быть довольно значительные и зависит от объема и интенсивности кипячения заторов. Хорошо прокипяченное готовое охмеленное сусло содержит при осветлении от 1 до 3 процентов осажденного азота. Технологически необходимое полное осаждение азота могло бы произойти только при определенном PH. Оптимальный PH коагуляции выведенный из электрических точек разных фракций белков равен 5,2. При этом PH при кипячении образуется наиболее богатый брух. Сусло менее окрашивается и из него получается выровненное пиво с приятным кальковатым вкусом. Хотя это влияние значительно, однако в практике обычным способом почти никогда нельзя получить охмеленное сусло с таким низким PH. Приближение PH сусла к оптимальной величине хотя бы в конце кипячения облегчается тем, что при варке PH на 0,2-0,3 ниже чем после охлаждения. Однако при обычных условиях PH охмеленного сусла перед концом варки бывает едва ли ниже чем 5,5. Больше снизить PH можно только корректировкой пивоваренной воды или искусственным окислением. В практике правильность осаждения белков определяют по бруху сусла. Хороший брух проявляется в опытной пробирке в виде крупных хлопьев, суспендированных в абсолютно прозрачном охмеленном сусле. Хмелевые смолы. Относительно небольшое производственное использование горьких веществ хмеля при кипячении сусла связано с их низкой растворимостью и обратным выделением определенной части. Еще в 1927 году было обнаружено, что гумулон переходит при кипячении в раствор в виде изомера. Только 20 лет спустя Верцель и Говард выделили изомер и идентифицировали его как изогомулон. Регби и Беттум установили, что все известные гомологи гумулона и лупулона переходят при кипячении хмеля в раствор в виде соответствующих изосоединений. Наиболее важные это изосоединения гумулона и его гомологов. То есть, изогумулон, изокогумулон, изоатгумулон, иногда изопрегумулон и изопостгумулон, которые придают пиву основную долю горечи. А изолупулон, изоколупулон, изоадлупулон, иногда изопрелупулон и изопостлупулон влияют на горечь пива очень незначительно. Использование хмелевых смол зависит главным образом от состава горьких кислот и дозируемого количества хмеля, от достигнутой степени изомеризации, от обратного выделения изомеров вместе с брухом, от времени кипячения его интенсивности и от PH. Разница в составе хмелевых смол у хмеля разного происхождения весьма значительно. Например, чешский хмель Паванчуре характеризуется высоким содержанием гумумулона 80%, а в сортах из других стран часто преобладает Когумулон от 20 до 50%. От гумумулона и другим до сих пор неопределенным гомологам исследователи уделяли небольшое внимание, так как их общее содержание в хмеле очень незначительно. Три основные изосоединения имеют приблизительно одинаковую горечь. Тем не менее, при кипячении хмеля возникает разница в том, что гумумулон и гомологи не обладают одинаковой способностью образовывать изосоединения. Гумумулон изомеризуется при кипячении сусла с хмелем от 35 до 41%, Когумулон от 38 до 59%, а Адгумулон от 47 до 67%. Согласно этому, гумумулон придает относительно меньше горечи, чем оба другие гомолога. Однако, хотя у чешских сортов хмеля преобладает гумумулон, горечь чешского пива происходит от изогумулона. При переработке хмеля других сортов с преобладающим содержанием Когумулона пиво содержит главным образом изокогумулон. Возможно, что качественная разница в составе исходных альфа-кислот является одновременно причиной известной разницы в качестве горечи, которая бывает очень существенна. Степень изомеризации зависит также от дозы хмеля. Обнаружена половинная изомеризация при четырехкратной дозе хмели. В Бельгии установлено, что выход изомеров снижается на 10%, если доля хмеля повышается на 45%. Причины значительных потерь из-за соединений при кипячении сложно установить. Небольшие потери возникают в начале варки. Некоторые исследователи пытались объяснить их образованием гумулиновой кислоты, которая является обычно основным не горьким продуктом. Однако ее присутствие в охмеленном сусле не было доказано. Существенные потери происходят далее в результате осаждения из-за соединений гумулонов вместе с брухом сусла. И хотя они значительны, они всегда ниже, чем общие потери. Изомеризация гумулонов зависит также от продолжительности кипячения сусла с хмелем. И повышается сначала быстро, а потом медленно. Умеренно повышенное давление при кипячении, температура свыше 100 градусов Цельсия, ускоряет изомеризацию, а высокая снижает. Была установлена оптимальная температура в 106 градусов Цельсия, при которой выход из-за гумулонов выше на 40%. Значительное влияние на изомеризацию горьких кислот имеет также pH среды. При увеличении которого, то есть сдвиг в щелочную область, изомеризация ускоряется. Было установлено, что при сдвиге pH от 5,2 до 5,5 изомеризация возрастает на 25%. А при дальнейшем сдвиге pH на 5,8 на 40%. В нормальном диапазоне pH от 5,1 до 5,3 не были обнаружены заметные различия. Вот как интересно, для азотистых соединений оптимальный pH нужно пониже. Где-нибудь 5,2, 5,4,9, как мы это раньше увидели. А для образования изомеров, гумулонов и так далее, вот этих, которые придают вкус пиву, нужно повыше pH. А если, допустим, мы возьмем, доведем до кипения, до 106 градусов, как тут сказано. pH, как уже говорили, когда обсуждали азотистые вещества, было 5,5. Поднимем этот pH какой-то присадкой, так безопасной для дальнейшего пива, присадкой. Получим и замеры, больше на 40%. Подождем, пока реакция завершится, может минут 5-10. А потом введем новую присадку, которая понитит pH до 5,1,4,9, но тоже безопасно. И прокипятим. И получим, что вначале у нас схлопнутся в изомеры не изомеры. Гумулон станет и за гумулоном, и теми веществами, которых мы выше перечисляли. Но при этом у нас на втором этапе вот этих перестроек pH, у нас пройдут хорошие реакции с белками. У нас все белки коагулируют. Чтобы потом не доставлять проблем при взаимодействии с дрожжами на следующем этапе. Вот так вот интересно. Кто-нибудь догадался так сделать? Но, однако, вернемся обратно к тому, что мы обсуждали. Если участие из-за соединений гумулона и гомологов изучено довольно подробно, то существуют некоторые пробелы в сведениях об участии в процессах остальных компонентов хмеля главным образом мягких смол. Имеются данные, что мягкие смолы участвуют в образовании горечи только на 5-10%. А у старого хмеля эта доля может возрастать до 75%. Интенсивность и качество горечи сусла и пива зависят не только от исходного состава и степени окисления горьких веществ в использованном хмеле, а также от других превращений, протекающих при самом кипячении сусла с хмелем. На окончательное формирование интенсивности и качество горечи при варке значительно влияет окисление и изменение PH. При окислении во время кипячения с доступом воздуха горечь всегда возрастает, однако пиво приобретает неприятный вкус. Ухудшение вкуса вызвано, вероятно, окислением не только из-за гумулонов, но и дубильных веществ. Следует указать, что мало изучено влияние на вкус изолупулонов, нерастворимые из-за меризованной фракции альфа-горьких кислот, продуктов их окисления в мягкие, потом твёрдые смолы. Несмотря на то, что увеличение PH среды ускоряет изомеризацию хмелевых смол, практически способ изменения PH трудно использовать, поскольку искусственно подщелаченное сусло имеет плохой брух, интенсивный цвет и неприятную горечь. Пытались выщелачивать хмель в щелочной среде ещё до кипячения сусла с хмелем. Первоначальный метод, который разработали Кольбах, Виндиш, Дитрих, состоял в том, что хмель варили в 0,5 нормальной растворе соды. И с тех пор в разных странах предлагалось много технологических и конструктивных решений проведения процесса предварительной изомеризации в щелочной среде. В результате чего возникало несколько модификаций этого процесса. Однако эти методы не нашли распространения на практике. Для характеристики горечи, сусла и пива салачи сотрудники предложили индекс горечи, выражающий отношение горьких хмелевых веществ, связанных в коллоидах к веществам, присутствующим в молекулярной форме. Однако вот то, о чем я говорил, то, что пытались сделать, повысить PH, пытались повысить PH, и получалось, что плохой брух, неприятная горечь. Но это было, эти опыты начинались еще сто лет назад, в 1922 году. Потом в Чехии в 1956 году. Это продолжились исследования. Но все равно ничего не нашли. Но неужели за полвека не нашли способа, как улучшить вот этот процесс? Неужели химия настолько стоит на месте, за такое продолжительное время, что никак они не могут пробиться к этому процессу, о котором я выше говорил? Полифенольные дубильные соединения. Полифенольные вещества, из них главным образом, хмелевые дубильные вещества имеют особое технологическое значение, вытекающее из их реакций с белками. Известно, что хмелевые дубильные вещества постепенно окисляются в флобофен, который является типичным компонентом старого хмеля. С белками при кипячении хмеля реагируют исходные дубильные вещества и окисления, однако продукты этих реакций имеют разные физико-химические свойства. В процессе осаждения снижается не только содержание белков, но и количество дубильных веществ. Хмелевые дубильные вещества, не окисленные, растворяются в воде и в супсли, при нагреве и без него. С белками, не осаждёнными при кипячении, они образуют комплексные соединения, растворимые при нагреве, которые, однако, выделяются при охлаждении сусла. Дубильно-белковые соединения этого типа, в образовании которых принимает участие также бета-глобулиновая фракция, являются источником холодного помутнения. При брожении они выделяются, однако, даже при продолжительном дображивании, при очень низких температурах, холодная муть не осаждается полностью. В результате определённая часть этой мути всегда переходит в пиво. В готовом пиве холодное помутнение постепенно переходит в устойчивую коллоидную муть. Её интенсивность возрастает со степенью окисления хмелевых дубильных веществ. В связи с этим окисление значительно способствует образованию коллоидного помутнения, которое в практике называют просто мутью. Флобофен образует с белками комплексные соединения, нерастворимые при нагреве и без него. Поэтому при кипячении с хмелем эти комплексные соединения коагулируют и выделяются в сусли вместе с брухом. В охмелённом сусли из старого хмеля при охлаждении образуется меньше холодного помутнения, поскольку большая часть дубильных веществ при старении окислилась в флобофен. При кипячении хмеля кроме хмелевых и дубильных веществ проявляются также дубильные вещества из солодовой оболочки. Их влияние на реакцию осаждения и на органолептические свойства сусла и пива полностью не выяснены. Однако замеченная структурная разница в строении отдельных полифенольных веществ оболочки позволяет предполагать отклонения в их поведении при кипячении с хмелем. Гартенг считает, что хмелевые дубильные вещества имеют с белками большое сродство, чем солодовые дубильные вещества. Поэтому они осаждают меньше белков сусла и кроме того неблагоприятно действует на вкус пива. Цвет. Основной цвет как неохмеленного, так и охмеленного сусла определяется цветом перерабатываемого сырья. Главным образом солода. Кипячение заторов и варка сусла с хмелем всегда повышают цвет охмеленного сусла. Цветовые вещества образуются при карамелизации сахаров и в результате мелодоидиновой реакции и при окислении полифенольных дубильных веществ. Подкрашивание играет роль не только в цвете пива, которое у каждого вида должно удерживаться в определенных пределах. Но также в формировании вкуса пива из-за вкусового влияния образующихся красящих веществ. У светлого пива более сильная окраска влияет и на зависящее от ее изменения вкуса. А у темного пива оттенки и интенсивность цвета даже менее важны. Кроме интенсивности и времени кипячения на окрашивание влияет также экстрактивность и PH сусла. Более плотное сусло при кипячении сильнее окрашивается, чем слабое. Однако при этом окрашивание не прямо пропорционально экстрактивности. Влияние PH существенно. Окрашивание всегда тем сильнее, чем выше PH. То есть чем ниже кислотность сусла. Окрашивание за счет карамелизации сахаров может происходить также в котлах с прямым обогревом. Главным образом в первых частях затора. Пока они соприкасаются с разогретым, неприкрытым водой или остатком затора дном. Недостаточное перемешивание при нагреве густых заторов также может повысить цвет. При кипячении в результате реакции сахаров с аминокислотами, кроме продуктов карамелизации сахаров, образуются коричнево окрашенные меланоидины. Наряду с небольшим количеством флавонов, каротиноидов и ксантофилинов, меланоидины являются основным красящим компонентом солода и пива. Цвет сусла и пива зависит от концентрации меланоидинов и может быть от золотисто-желтого до темно-красно-коричневого. Другой причиной окрашивания сусла является окисление полифенольных дубильных веществ во флобофен, кислородом воздуха, при кипячении сусла с хмелем. Этому окислению не подвергаются вещества, окисленные уже перед кипячением с хмелем. При повышенном давлении сусло окрашивается сильнее. Однако неизвестно, происходит ли повышение цвета в результате окисления воздухом, который остался в котле над поверхностью сусла в момент повышения давления или из-за образования меланоидинов при более высокой температуре. Наконец, цвет сусла независимо от условий кипячения может повысить сам хмель, особенно плохо сохранившийся и окисленный, содержащий растворимые твердые смолы и флобофен. Большое влияние на цвет оказывает время кипячения сусла с хмелем. Некоторые исследователи обнаружили следующее окрашивание. В миллилитрах однонормального раствора йода. После 1 часа варки – 0,19. Через 2 часа – 0,33. После 3 часов – 0,43. Редуктоны. Одним из важнейших обнаруженных эффектов при кипячении сусла с хмелем является образование редуцирующих веществ, называемых редуктонами. Значение веществ этого типа составит в том, что они быстро связывают кислород воздуха и тем самым защищают готовое пиво от окисления. Таким образом, не только удлиняется биологическая, но и небиологическая стойкость пива, которая зависит от образования коллоидной мути. Редуктоны в собственном смысле – это альфа-аледоны и альфа-кетоны, стойкие в энодиоловой, диэноловой форме и сильно редуцирующие. В процессе пивоварения участвуют ацередуктоны, способные редуцировать в кислой среде. Их редуцирующая способность обусловлена дегидратацией окислением эндиоловой группы в группу дикарбонильную. По эулеру редуктон имеет общую формулу С3H4O3 и это энолгидроксиметилглиоксаль. Вещества, содержащие эндиоловую или дикарбонильную группу, можно считать начальными членами гомологического тартронового ряда – гидроксималонового, в которых возможное частичное или полное замещение. Сусло и пиво содержат, кроме собственно редуктонов, ряд других веществ, способных вызывать такие изменения окислительно-восстановительных систем, как редуктоны. Поэтому эти вещества тоже считаются редуктонами в широком смысле слова. К этим веществам относятся первое – меланоидиные промежуточные продукты, образовавшиеся при реакции сахаров с аминокислотами, главным образом при сушке солода, при кипячении сусла с хмелем. Второе – белки, содержащие сулевогидрильные группы СН и иногда продукты их расщепления. Третье – полифенольные дубильные группы катехинов, а именно левкоантоцианы-антоцианогены, например, левкоцианидин и левкодилфенидин. Левкоантоциан имеет следующую вероятную структуру. Четвертое – горькие хмелевые вещества, изогмулоны и неспецифические мягкие смолы. На практике в качестве редуктона к пиву добавляют, обычно перед заливкой в транспортные системы, л-аскорбиновую кислоту или д-изоаскорбиновую кислоту, реже натриевые соли этих кислот. Все редуктоны, образующиеся при кипячении с хмелем, имеют в пиве функцию антиокисляющих веществ, которые связывают кислород воздуха. Продукты окисления редуктонов в пиве не портят его вида. Образование их при кипячении неизбежно. Однако, учитывая, что продукты окисления редуктонов окрашивают сусло, необходимо заботиться о том, чтобы концентрация редуктонов, главным образом, если речь идет о миланоидинах, была технологически удовлетворительна. Хмелевые эфирные масла. Учитывая то, что хмелевые эфирные масла улетучиваются водными парами, сусло, полученное обычным технологическим путем, содержит очень немного хмелевых эфирных масел. Чтобы пиво сохранило хотя бы слабый хмелевый запах, последнюю дозу кипятят очень недолго. Некоторые пивовары добавляют в конце кипячения немного хмеля. Однако, пиво низового брожения не должно иметь слишком выразительный хмелевый аромат. Чтобы он был тонким, для последней дозы отбирают хмель лучшего качества. Старый, плохо сохраняемый хмель, наоборот, следует кипятить как можно дольше, чтобы продукты окисления с неприятным запахом сыра улетучивались. При окислении высоко кипящих фракций хмелевых эфирных масел образуются продукты смолистого характера, по вкусу напоминающие смолиной лак. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что при определенных условиях значительно возрастает влияние хмелевых масел на качество пива. Деклерк считает, что существующий опыт свидетельствует о том, что пиво может иметь вкус хуже, если эфирные масла не смогут улетучиваться при кипячении сусла с хмелем. В связи с этим указывается на то, что хмелевые масла, которые конденсируются в вытяжной трубе вместе с парами воды, окисляются здесь во влажной и теплой среде. Если такой конденсат снова стекает в сусло, то вкус пива может ухудшиться. Это зависит от вида обогрева котла, интенсивности и времени кипячения, от наличия приспособлений для устранения конденсированной воды из вытяжной трубы сусловарочного котла, а также от доступа воздуха к суслу, который можно регулировать открыванием и закрыванием люков. Из указанного вытекает, что хмелевые эфирные масла оказывают большое влияние на качество пива. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.